можно да добрый день здрасте добрый день всем кто пришел сюда в клуб белые облака звук нормально идет сегодня с вами я лектор балтийской педагогической академии анна гранатова психолог популяризатор науки литература вед путешественник сегодня будем говорить про эмоциональный интеллект про очень громкую тему тему какой-то степени даже скандальную сегодня поговорим почему скандальную тему которая имеет прикладное применение практическое применение потому что сейчас уже доказано что люди обладающие развитым эмоциональным интеллектом это люди успешные ну и будем говорить про разное вообще понимание этого феномена о том как его развить этот эмоциональный интеллект ну и поговорим также про любовь поэтому вот я сегодня такую сделала картинку интересную про ромашки это напоминать нам будет гадание наших бабушек и в общем мы сами в детстве наверное так играли любит не любит там погубит сердцу прижмет черту пошлют и мы вот гадали на вот этих ромашках поэтому это такой знаете сегодня будет небольшой символ лекционные о том как эмоциональный интеллект вообще связан с понятием любви и о том что вот можно конечно с одной стороны гадать на ромашке с другой стороны можно включить в голову и как-то по-другому себя вести вот в такой вот ситуации когда не знаешь как человек себе относится но по сути своей эмоциональный интеллект это и есть распознавание эмоций другого человека в первую очередь если так говорить про определение эмоциональный интеллект а в первую очередь начинается с такого понятия как эмпатия вот я когда еще 20 лет назад пришла в журналистику и пришла так получилось как раз в газету которая пропагандировала здоровый образ жизни и занималась популярной психологии у меня первая статья называлась все об эмпатии так вот забавно я это запомнила потому что свое время журнал журналист делал анкетирование для людей которые более или менее как-то известной медиа среде и вот один из вопросов анкета был как называлась ваша первая публикация у меня ответ очень был парадоксальный то есть моя первая публикация называлась все об эмпатии то есть таким вот жестким психологическим названием сегодня как раз об этом мы говорить и будем но вот с вашего позволения все таки присяду к микрофону поближе и мы поговорим про эмоциональный интеллект уже в деталях значит я приветствую если люди как-то фиксируют записывают а то о чем я говорю потому что информации будет достаточно много и так вообще что это такое эмоциональный интеллект и почему он так называется честно говоря я эту лекцию вначале читать не хотела не хотела я ее читать по той простой причине что само понятие эмоционального интеллекта это немножко несовместимые два фактора которые пытались объединить в одно понятие есть понятие эмоций есть понятие интеллекта а вот что такое эмоциональный интеллект это вот знаете как скрестить яблоко с огурцом там ну или абрикос финиковой пальмой то есть это вот что-то совершенно не укладывающийся так скажем в рамки классической науки потому что интеллект это способность если мы вспомним я на предыдущей лекции как раз говорила довольно подробно про интеллект интеллект как способность к тому чтобы успешно решать конкретную проблему задачу в меняющейся среде то есть интеллект во многом это такая способность которая рождается как необходимое свойство для адаптации адаптационная способность вот это интеллект и принципе интеллект определяет успешность человека в деятельности потому что он может спрогнозировать развитие событий он может включить логику он может включить разум и соответственно он понимает как будет дальше развиваться та или иная ситуация как ему надо поступить в той или иной ситуации и вот в этом как раз интеллект и заключается мы говорили что эта способность которая характеризует способность просчитывать наперед действия и вот мы приводили пример с этими опытами на животных когда допустим вороне наливали стакан с водой ну там чуть-чуть воды было на донышке и вокруг там всякие камешки бросали всякие предметы она очень хочет пить она думает как вообще до этой воды ему добраться до этой воды то есть это как в сказке про журавля и вот кувшин с молоком вот и умная птица ворона она эти камешки начинает туда кидать бросать вода поднимается и она уже тогда может пить то есть это прогнозирование это невозможно как бы методом тыка такое сделать это надо плаве такое представить или я приводила пример шимпанзе когда обезьяне надо было затушить спиртовку для того чтобы добраться до апельсина и соответственно она просчитывала что вот если она возьмет кружку кружку и посовали такую знаете плохую издевались вообще над животным с дыркой если она эту дырку заткнет водой рукой в смысле пальцем там чем у нее есть то тогда кружка становится уже нормальным инструментом значит и можно и зачерпнуть воды из бочки и залить эту спиртовку достать апельсин то есть это прогнозирование ситуации вот это интеллект основан на логическом так скажем мышлении и вот я вам положила вот эти картинки головного мозга интеллект это неокортекс это кора это то что появляется в эволюционном плане ну если не в последнюю очередь то во всем случае это одно из таких новейших свойств мозга и в первую очередь это конечно лобная доля поэтому недаром говорят в народе что высокий лоб человек умный и это конечно ассоциативные зоны то есть вот так скажем вот эти извилины и борозды это как раз те зоны мозга который отвечает за интеллект а вот эмоции эмоции это совершенно другая история и эмоции это гораздо более ранние в эволюционном плане и образование эмоции появляются задолго до того как уже что называется формируется у животных вот эта способность логически анализировать ситуации уж не гормональная часть мозга это совершенно другие зоны вот вы видите у вас есть вот эти схемы и то что внизу в основании вот этот гипоталамус это фактически наш центр потребностей центр потребности я читала здесь лекцию фактически чувство страха чувство голода потребность пищи потребность в том чтобы была безопасность и даже потребность в заботе внимание это связано с гормоном таким окситоцин он тоже вырабатывается гипоталамусе но а чувство страха это я вам говорила много раз это норадреналин конечно нейромедиатор если мы берем скажем голод и пищу там сложнее потому что там это связано с уровнем сахара в крови это связано с такой достаточно сложной обратной связью но это тоже связано опять-таки с гипоталамусом вот и плохое настроение у человека то есть когда мы говорим допустим про какие-то такие депрессивные состояния это связано с дофамином с вернее с его недостатком и это тоже в общем то из той же сферы хотя но дофаминовый рецептор у нас есть по всему мозгу но тем не менее то есть вы видите что эмоции это совсем другое эмоции живут глубоко глубоко под корой головного мозга и как мы скрестили и объединили в один термин неокортекс с гипоталамусом это конечно очень забавно но это еще не все потому что есть еще такая вещь как миндалина и вы видите там на схеме она существует вот эта маленькая миндалина височной доли мозга это центр отвечающий за импульсивность поведения за агрессивность и у нас так интересно все устроено что как бы мозг это определенные качели между лобной долей который подтормаживает импульсивность поведения агрессивность поведения или наоборот вот эту реакцию беги или бей да это с одной стороны и с другой стороны вот есть это самое удалина которая как раз гормональная часть и в ней очень активно нейромедиатор норадреналин и она как раз провоцирует на импульсивное поведение вот здесь я хочу вспомнить такого замечательного русского писателя как антон павлович чехов которую мы все читали и может быть кто-то был в ялте и может быть кто-то был в домике чехова в ялте и может быть вы даже видели книжку которая была у чехова на рабочем столе эту книжку ему подарила выдающийся достаточно ученый и практик конечно такой сергей корсаков и вы может быть даже знаете как называется эта книжка если не знаете сейчас скажу но очень любопытно что чехов в свое время произнес такую фразу если бы я был не писателем то я стал бы знаете кем он хотел стать вернее кем он себя видел и он тесно работал с этим ученым он помогал несчастным людям которые их пытались вылечить он посещал эти лечебные заведения вот это как бы гуманистическое такое было направление вот его это очень интересовало и чехов говорил если бы я не стал писателем то я стал бы психиатром а книжка которая у него лежала на рабочем столе в ялтинской домике это книжка психиатрия корсакова сергея корсакова выдающегося ученого для своего времени и может быть вы знаете что вот ну это вы точно конечно знаете потому что это это повесть была экранизирована хотя сам чехов ее не любил но был такой фильм который называется мой ласковый и нежные звери и снят он по повести чехова и я читала эту повесть свое время когда мне надо было делать программу на радио и может быть вы знаете что она начинается с того что к писателю приходит юрист который принес соответственно какую-то свою рукопись я от нему только у вас минуту говорит мой герой извиняющимся голосом но прежде позвольте представиться кандидат прав иван петрович камышев бывший судебный следователь очень рад чем могу быть полезен я притащил к вам маленькую повесть которую мне хотелось бы напечатать вашей газете вступаю же я на путь авторские просто не из меркантильных побуждений надоедная служба служил-служил махнул рукой и бросил лжош подумал я брелоки и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба и по пелицу камышев пробежала чуть заметная уловимая опытным глазом тучка которую можно видеть только на глазах очень редко лгущих людей в общем вот это начало повести а а потом окажется что камышев как раз приводит вот эту вот историю несчастную гибели девушки которая была если вы помните фильм заколота кинжалом в порыве ревности так вот очень интересная история написание этого произведения дело в том что когда чехов вот этот сюжет свой придумывал шло очень громкое уголовное дело и чехов не мог этого не знать потому что даты совпадают практически с временем работы вот над этой повестью по которой потом был снят фильм мой ласковый и нежный зверь с музыкой дога знаменитый вальс оттуда и дело это было очень странно тем что действительно там девушка была заколота из ревности то есть очень сильный такой из импульсивный поступок и я привела это просто качестве того что вот и у героя вот этого чеховского произведения а еще надо читать его дневники и он пишет я разбираю эту историю с точки зрения психологии с точки зрения психиатрии я хочу понять как так получилось что любящий человек вдруг убивает так сказать любимую девушку но понятно что любовь и ненависть это как-то понятие связанные но чехов как врач он это дело анализирует у него очень интересны дневники в конце концов он пишет вот эту вот вещь которая потом экранизируется вот а с точки зрения науки мы это уже современная наука конечно знает что это очень активная миндалина это импульсивность эмоциональная неконтролируемая поступка и вот опять таки когда мы говорим вот об этом балансе между эмоциями и что называется логическим контролем между тем как неокортекс подавляет поведение контролирует вносит какую-то рацию свое в поведение и вот эта импульсивность вот эти мгновенные реакции какой-то то что отвечает за миндалина возникает конечно вопрос вот как как мы можем сформулировать понятие эмоционального интеллекта если это как бы разные такие зоны в мозге но тем не менее понятие это появляется появляется но сейчас скажу конечно про журналиста но очень интересно что еще в конце 90-х годов была защищена диссертация защитил ее израильский соответственно психолог психиатр и его звали рован бар он бар он это пишется через тире не бар он а бар тире он вот он защитил в девяносто восьмом году докторскую диссертацию который так и назывался эмоциональный интеллект и это было очень интересно потому что до него как бы это понятие никто не признавал именно в силу того что интеллект ну это как бы одно это способность а эмоции это другое это гормональная реакция и как это вообще можно объединить но очень интересно что еще до того как была защищена вот эта диссертация появился такой штайнер специалист по транзактному анализу и именно штайнер ввел такое понятие как эмоциональная грамотность но он не стал туда интеллект примешивать и приплетать но вот эмоциональная грамотность это он использовал и что он вел в это понятие я не буду уж это снимать я так сидя дочитая наверное лекцию но смотрите это то что можно зафиксировать как-то и запомнить первое на что он обратил внимание это обладание чувством сопереживания то есть не просто понимать что думает другой человек чего он хочет каковы его намерения каковы там его интересы вообще кто он что он подали это логика это интеллект а вот именно чувствовать то что чувствует другой человек вот это сопереживание то то что называется словом эмпатия и соответственно штайнер это положил в основу эмоциональной грамотности как он сказал второе о чем он говорил это умение управлять свои им своими эмоциями то есть вот эмоциональная грамотность это умение так сказать не дойти до вот того до чего дошел этот камышев или его реальный портатив из жизни когда уже там просто до смертоубийства дело докатилось хотя все с любви начиналось вроде как да и вот третье к чему можно что можно к этому добавить это навыки коммуникации то есть это то что психологии называется словом интеракция и недаром вот я сейчас достала река берна вот разные он тут есть и люди которые играют в игры и соответственно игров которые играют люди это транзактный анализ тот чем и штайнер занимался и соответственно вот эти навыки коммуникации продолжены берна вот это вот как бы сценарные истории это тоже как бы как раз штайнером было введено понять эмоциональной грамотности то есть смотрите первое сопереживание или эмпатия второе это управление своими эмоциями и третье это навыки коммуникации вот но очень любопытно в данном случае как это все развивалось именно и перешло в понятие эмоционального интеллекта дело в том что появился такой журналист даниэл голлман и он в 95 году вон у меня тут есть даниэл голлман известный американский психолог правда написано выпускник гарвардского университета но он конечно работает в большей степени как популяризатор науки чем именно как практикующий психолог вот он придумал вот так скажем поляризировать понятие эмоционального интеллекта и он в общем-то опирается как раз на модель вот этого рубина барон ведь если рубин барона в 98 году защитил аж целую диссертацию аж докторскую по эмоциональному интеллекту значит это можно в общем-то популяризировать однако она книжку голлмана и в общем вообще на его вот эту как вам сказать программу связанную с развитием эмоционального интеллекта обрушилась довольно серьезная критика почему я уже рассказала в первой части нашей лекции потому что интеллект это способность а соответственно эмоции это реактивность человека на какие-то события реакции на раздражитель то есть совершенно другая вещь совершенно другая история вот но в конце концов все психологи пришли к выводу о том что можно определить эмоциональный интеллект как развивающийся гибкий навык то есть как бы как коммуникации хотя здесь мы упираемся опять в некую такую путаницу тоже есть понятие социального тогда социального взаимодействия ну и так далее то есть здесь получается пересечение неких понятий ну так или иначе все сходятся на том что все таки умение коммуницировать и взаимодействовать в наши дни очень важно и условно мы это относим как раз к эмоциональному интеллекту но обучать этому на лекции практически невозможно это примерно из той же серии как научить человека плавать при помощи лекции они при помощи его погружения в бассейн поэтому для тех кто хочет развить вот именно навыки коммуникации между людьми и взаимодействие с людьми я бы честно говоря рекомендовала только тренинги вот есть такие замечательные тренинги у николая ивановича козлова клуб синтон если кто-то слышал то я соответственно рекомендую посмотреть погуглить в интернете клуб синтон и там есть разные навыки техники коммуникации тренинги коммуникации потому что я повторяю учить на лекции коммуницировать или даже вот книги читать на эту тему но это примерно как вот научиться там вязать или вышивать вот при помощи того чтобы что-то слушать да или читать это надо просто делать второе что я рекомендую по коммуникации актерские тренинги потому что актерские тренинги очень полезно актерские тренинги учат занимать разные позиции вот сейчас мы вернемся опять к верну к его сценарным соответственно к сценарным его программам и вспомним что есть он как бы выделял три таких позиции это родители ребенок взрослый по-разному можно реагировать на одно и то же событие по-разному можно реагировать на одну и то же информацию на одно и реагировать по-разному ну допустим такой пример мой друг знакомый недавно решил заняться наконец фитнесом после того как он сказать уже дошел до такой жизни что уже не мог себе носки завязать надеть и шнурки на ботинках уже никак не получалось потому что живот мешал дотянуться вот он наконец принял решение пойти на фитнес и вот он об этом так сказать радостно сообщает смотрите отреагировать можно по-разному вот родители позиция родители это контролирующая позиция это позиция с одной стороны заботы с другой стороны контроля поэтому родители он был как бы когда вы занимаете эту позицию в такой ситуации вы бы наверное спросили хорошо а сколько это стоит а где это находится а какой там тренер а какие там условия ты достаточно физически подготовлена вот может быть тебе еще совет какой-нибудь на назидательность очень характерно для позиции родителя может быть тебе вот надо сходить там снять кардиограмму прежде чем эту штангу то тягать а то не дай бог плохо чего будет то есть понимаете это вот одна история значит позиция взрослого это обычно такой анализ это коммуникации на сбор дополнительной информации это коммуникации на факты то есть без назидания и в данном случае вот в нашем примере позиция взрослого это спросить а где это находится какой там коллектив какие там условия но без вот без заботы и без контроля а позиция ребенка как правило идущие вот с детства это эмоции это как раз эмоциональная такая реакция и а здесь можно было бы отреагировать там ухты ну ты молодец ну вообще я тоже хочу то есть вот это вот позиция ребенка и вот если верить берну мы всегда занимаем одну из этих трех позиций при взаимодействии с другим человеком мы либо контролируем либо мы собираем какую-то информацию либо вот у нас вот это эмоциональная идет реакция вот честно говоря когда смотрю чтобы не пишут на фейсбуке я понимаю что мы все большие дети это так отступление от темы потому что лайки чистые эмоции это вот вот как раз позиция ребенка вот так что кому вот это интересно это может можно почитать у берна можно почитать у других специалистов по транзактному анализу опять-таки навыки коммуникации но я вам рассказывал по моему треугольник стивена карпмана это классика такая это тоже транзакции когда есть взрослый есть гонители и есть жертва и причем это наследуется с детства классический пример когда подруга звонит там или приходит к другой своей подруге начинает жаловаться на мужа говорить что там вот мой муж совершенная сволочь он меня достает и не дает мне жизни там и так далее так далее и вот дальше смотря какая пойдет реакция от подруги если подруга скажет ну слушай принимай решение какое-то что-то меня всем этим грузишь ты вот как-то сама разберись а ко мне приходи там с другими делами вообще в хорошем настроении там это один вариант второй вариант если она и начнет жалеть если она начнет говорить ой да ну все мужики козлы простите это как бы не присутствующими имеют отношения это просто пример такой клинический да ну что делать ну ты же знаешь какие мужчины там и так далее это другая история и если начинается вот эта история с жалостью с сопереживанием таким вот это классический треугольник стивена карпана то есть есть жертва есть гонитель в лице там ее какого-то эфемерного мужа есть подруга которая спасатель она жалеет самое интересное что в течение жизни спасатель может стать жертвой жертва может стать гонителем то есть вот такая вот такой не как бы бесперспективные неэффективные обмена эмоциями за счет того что за счет того что неправильные сформированы сценарной жизни но мы сейчас об этом говорить не будем потому что я повторяю очень трудно на лекции говорить про коммуникацию про интеракцию про вот эти модели взаимодействия но вот я чуть-чуть как бы какую-то базовую информацию сейчас озвучила а так это лучше на тренинг лучше или на актерский тренинг или на тренинг вот непосредственно психологический то есть вот николай иванович козлов синтон это соответственно любые актерские техники любые театры школы театр школы студии образ мне нравится то что дело вот сергей базаров мне нравится любые другие же варианты актерских техник потому что там отрабатывает вот этому отрабатывает вот это гибкое взаимодействие с человеком вот а мы сейчас вернемся к тому что называется все-таки эмпатия и вот про эмпатию поговорить можно поподробнее и побольше значит как вообще эта эмпатия появилась и где она находится в мозге дело в том что это связано с достаточно такой сложный но сейчас очень перспективно развивающейся научной отраслью как и физиология это связано с понятием зеркальных нейронов вот наверное слышали про зеркальные нейроны значит зеркальные нейроны это такой термин который ввел итальянский психолог джакомо резалатти и вот как вообще это было сделано открытие я вам хотела прочитать тут фрагмент тоже из книжки из пришвина из женщины но к сожалению не нашла я этот фрагмент поэтому придется мне так очень коротко перераска пересказать значит это фактически зеркальные нейроны были обнаружены когда обнаружили какое-то копирование действия вот уже не шейни у пришвина есть такая замечательная сценка когда значит олениха случайно цепляет ногой бурундука который там сидит около нее и подъедает бобы из ее кормушки и она пугается не понимая что вообще такое происходит то что бурундук тоже пугается и прыгает прямо ей на ногу вот и она дергается с места и соответственно пытается там нестись куда глаза глядят лучше читать это пришли на то что очень смешно очень эмоционально очень интересно написано и в общем все олени какие вот были в этом пантовом хозяйстве они все за ней и ломают забор и убегают на волю то есть вот это копирование действия и зеркальные нейроны были открыты именно на копирование действий когда маленькие животные повторяют действия взрослых вот но еще очень интересно как это было открыто они были открыты когда шел эксперимент значит и соответственно в этом эксперименте была обезьяна с электродами на голове вот и она решала какие-то задачи которые ей предъявляли но самое интересное что когда прекратили эксперимент был какой-то перерыв эксперименте и соответственно экспериментатор просто спокойно зашел вот в то помещение где сидела это несчастная шимпанзе то произошло вот это вот то что называется незапланированная и непредсказуемая вещь перед обезьяной стояли орешки или там какие-то другие вкусняшки вазочек с вкусняшками и вот этот экспериментатор он соответственно взял чисто машинально вот из этой вазочки орешек и съел его обезьяна была вся еще в электродах то есть как бы с нее не сняли вот этой шапочки и она так отреагировал то есть потом это увидели уже на энцефалограмме что у нее в голове такое что-то начало твориться при этом она ничего не сделала то есть она как вот сидел так и сидела но потом когда посмотрели расшифровку этих записей у нее просто была вот буря эмоций то есть она реагировала на то что экспериментатор ест орехи из ее миски очень такой курьезный случай и вот в принципе тогда ученые задумались а почему вот идет такая реакция на действие другого человека и оказалось что вот есть определенные участки в мозге которые назвали зеркальные нейроны а причем до сих пор еще некоторые ученые отрицают их существование потому что например если вы послушаете лекции савельева такого сергея вячеславовича популярного и современного психолога то он скажет он не психолог вернее он скорее специалист по архитектонике мозга то есть это специалист который работает с морфологией со структурами он скажет никаких зеркальных нейронов нет это все выдумки это все придумали и это для того чтобы больше денег заработать но тем не менее тем не менее сейчас вот в 2010 году при помощи фмрт то есть это понятно что это методы с которыми савельев не работает он работает с микроскопом у него другая методика у него другие доказательные данные вот а при помощи фмрт это функциональная магнитно-резонансная томография которая показывает именно вот в динамике мозг как он реагирует именно в динамике не просто вот из чего он состоит грубо говоря а вот как он двигается как он реагирует при помощи фмрт уже открыли несколько таких зон начали именно с двигательных зон то есть действительно в моторной коре обнаружили вот эти нейроны условно назвали зеркальными а потом так сказать их уже открыли и в других зонах вот вплоть до того что уже и в зрительной корее и в лобной корее височной корее где их только как бы не нашли и вот сейчас все это развивается но я повторяю что джакомо резалати итальянец он первый вел вот это понятие зеркальных нейронов и считается что именно зеркальные нейроны и отвечают за эмпатию то есть они много за что отвечают начиная с того что они отвечают за способность копировать действия другого человека или другого там животного за способность повторять что-то повторять слова повторять движение но они в том числе отвечают и за соответственно вот это сопереживание то есть за способность чувствовать тоже самое что чувствует другой человек и вот здесь мы с вами приходим к двум таким полюсам я называю это арктика и антарктика эмоционального мира мы сейчас с вами возьмем примеры как раз таки крайности людей у которых эмоциональный интеллект будет со знаком минус но они есть смысл поговорить потому что эти люди в общем то встречаются и среди нас значит когда дело в том что связывают эти понятия именно с дефектами в зеркальных нейронах вот и первый случай связано с тем что человек полностью старается отрицать внешний мир какой там эмоциональный интеллект если человек не то что не может коммуницировать взаимодействовать разговаривать с другим человеком но и вообще безумно боится этого внешнего мира то есть вот так вот жить за стеклом это для него идеальный вариант такой человек футляре если продолжать вот эту логику по чехову есть разные конечно крайность есть разные степени выраженности вот этого если брать совсем-совсем искать крайнюю степень который уже диагноз это аутизм вот из соответственно все болезни аутистического типа а туда попадает в общем-то и шизоидные расстройства туда попадает и алекситимия туда попадает еще и много чего и вот как раз эта проблема связана с тем что человек не может распознавать эмоции других людей и он старается уйти в себя то есть вот все что как бы идет из внешнего мира его чудовищно раздражает но обычно это в детстве еще формируется и ученые не могут до сих пор определить как это происходит врожденные это неврожденные истории они не могут объяснить почему мозг именно так сформировался они по-другому но тем не менее вот происходит то что человек просто отказывается от коммуникации от любой коммуникации для него это стресс и это не просто вы знаете какая-то потребность в консерватизме это мягко сказано это потребность в диком однообразие то есть вот если чашку переставили с одного шкафа в другой шкаф это для человека уже стресс это для него просто повод вот но выйти из себя если ну грубо говоря там что-то поменялось вокруг него если появилась если мы говорим про ребенка там вместо одной игрушки другая игрушка то для него это уже стресс то есть это человек который вот привык чему-то одному на что-то другое у него уже не хватает как бы и энергии это люди которые не могут смотреть в глаза вообще вот этот зрительный контакт он очень характерен и вы знаете у ребенка он очень рано развивается вот этот контакт глаза в глаза он характерен а я иногда вижу даже взрослых которые привод диалоги они глаза прячут то есть для них это некомфортно и потом когда начинаешь интересоваться что это за взрослый человек рядом с тобой оказывается что вот он такой вот весь одинокий замкнутый у него нет друзей никого ничего то есть вот вот эти аутистичные проявления они как бы коррелируют вот и это дикое конечно у него потребность в разнообразии причем вы знаете еще это может так странно сочетаться допустим с какой-то избирательностью в еде то есть допустим из салата вылавливает он только одни огурцы или вылавливает напротив только одни помидоры или съедает шоколадный срок без шоколада или наоборот съедает шоколад значит срок выбрасывает или там пироги без начинки или начинку без пирогов то есть вот каким-то образом это связано пока ученые не очень могут понять как аутистичные дети как аутизм вообще вот связано еще с каким-то вот таким вот пищевым поведением с пищевой избирательностью они как правило очень неуклюжие вот и в общем надо сказать что сейчас по все таки таким современным данным современным данным это конечно такая болезнь которые требуют постоянного присутствия взрослого и это в общем не вылечивается то есть это можно чуть-чуть как-то скорректировать можно научить человека навыкам самообслуживания но так вот полностью научить его быть коммуникабельным да общительным вот не получается потому что это уже дефект на уровне функционала не функционала на уровне органики на уровне именно вот этих зеркальных нейронов вот ну а слава богу у нас у кого этого нет навыки коммуникации это в общем-то развиваются и еще знаете очень интересно я не могу об этом просто не упомянуть потому что это все рядом находится я хочу вспомнить про такой синдром синдром саванта это синдром который очень часто связывает с аутизмом вообще саванта это с французского это ученый и и может быть вы слышали про ким пика это самый знаменитый саванта это человек дождя фильм человек дождя был снят по нему но это человек про которого также можно говорить что у него разве был аутизм то есть вот эта неспособность коммуникации с внешним миром это человек который не мог себе пришить пуговицу который не мог решить какие-то ну самые элементарные такие проблемы при котором всю жизнь были взрослые при котором всю жизнь была его так сказать вот родительская семья он рано умер достаточно 58 лет но это человек с феноменальной памятью то есть это память которая вот ну встречается один раз там на миллионы и миллиарды человек который сразу прочитал допустим шекспира в детстве полностью запомнил который запоминал любую последовательность цифр который наизусть с первого прочтения выучил библию он никогда не читал одну книгу дважды прочитал поставил на полку он все помнил что там внутри то есть совершенно дико феноменальная память 18 лет его устроили работать бухгалтером потому что конечно лучшего щитовода было невозможно придумать но это человек с дефектом мозга очень сильным если вы читали про ким пика то вы знаете что у него не было мозолистого тела это так структура который связывает по шаре между собой и поскольку это был врожденный дефект а он родился с этим дефектом из-за того что там не будет потому что это как бы вертикальный разрез мозга вот на этой картинке не будет и в общем это один из самых таких знаменитых людей потому что про него был снят фильм человек дождя и в общем здесь конечно можно просто изумляться вот тому насколько мозг способен компенсации потому что были разбиты вот эти вот дикие связи между полушариями как некий компенсаторный механизм то есть не через мозолистое тело шло взаимодействие а без него вот а мозолистого тела у него не было и мужичок был очень маленький видимо в силу того что он родился с внутримозговой грыжей то есть у него вот если найдете где-нибудь в интернете а томографию картинку просто набрать ким пик саванта вот найдете его томограмму там как бы деформированный мозг он родился таким образом что у него вот часть мозга просто сдавливалась такой большой но не гематомой а грыжей это называется вот и произошла вот такая деформация но поскольку это с рождения то с рождения он фактически нарабатывал вот эти связи между полушариями и синдром саванта в общем-то редко но он все-таки встречается но обычно это люди крайне такого аутистичного типа то есть они не способны к взаимодействию с внешним миром о чем черниговская очень любит говорить кстати а другая сторона другая сторона вот этой нашей странной медали вот это уже как бы брали такую я бы сказала эмоциональную арктику сейчас возьмем эмоциональную такую антарктику антарктиду тоже эмоционального отсутствие вернее эмоционального интеллекта это случай про который петр ганушкин наш великий психиатр написал книжку и она сейчас издана и вы сможете если захотите и купить посмотреть называется она по моему мир без совести и чувства или сейчас попробую по моему она у меня где-то записано я вам скажу по точнее название так долго буду а нет вот мир без жалости совести чувств вот такие безжалостные бессовестные люди потому что они бесчувственные они не чувствуют других и вы знаете даже у меня был один такой клинический пример когда человек говорил когда я причиняю вот ну какую-то неприятность другому человек я ничего не чувствую при этом я просто логикой себя заставляю понять что это плохо что так делать нельзя что нельзя вот так поступать что вот так нельзя поступать потому что это аморально и что это тоже как бы социально не приветствуется но я поступаю так идя от логики а нет от сопереживания понимаете то есть человек не чувствует что он другому способен причинить боль и это тоже вот отсутствие эмоционального интеллекта это такая интересная очень вещь и в общем-то ганушкин который один из ведущих наших психиатров занимался классификации различных акцентуаций характера если знаете что это такое то есть это крайняя степень выраженности характера это вот замкнутость в крайней степени шизотими он говорил и допустим а импульсивность в крайней степени эмоциональная лоббинность но и вот в частности он такой ввел как раз он подробно рассматривал это бессердечие очень своеобразный эмоциональный такой как бы комплекс когда человек не чувствует что он другому человека причиняет боль причиняет зло не чувствует другой чужой радости то есть неспособность и это в принципе есть отсутствие эмпатии вот это такое диссоциальное развитие личности его очень часто диагностируют у преступников там это чуть и не половина а в такой нормальной среде это где-то там говорят два десять процентов но тем не менее то есть вот и это то что называется в классике психопатии или психопатии вернее и переводится это с греческого как больной характер это считается не психиатрической даже болезнью не психической болезни а это как бы дурной характер это человек который ведет себя так как ему удобно не считаясь с окружающими и вот здесь примыкает конечно к вот этому понятию вот этому психопатии такие вроде бы встречающиеся в нашей жизни вещи это синдром макиавелли то есть это манипулирование другими людьми манипуляции без интереса как человек себя чувствует или наоборот провокация его на какую-то эмоциональную реакцию но очень с холодным рассудком макиавелли написал книгу государь вот может быть даже здесь я как-то один раз ее видела продавалась то есть он вошел в историю как политолог но при этом человек был крайне эмоционально холодным и вот в честь макиавелли так вот и называют синдром макиавеллизма или синдром макиавелли то есть это манипулирование другими людьми вам подробно об этом расскажет николай иванович козлов из синтона вот он как бы лучше других знает что такое манипуляции вообще в интернете можете набрать козлов манипуляции и вот там целые статьи у него есть сайт психологи тоже можете посмотреть сайт синтона и это будет лучше чем вот слушать меня наверно потому что более профессионально подробно и вот узко по теме манипуляции манипулирование плюс нарциссизм то человек нарцисс мне очень нравится как вот некоторые некоторые так скажем лектора используют такие знаете примеры с артистами с миром шоу-бизнеса с миром таких вот самым влюбленных себя людей вот там нарциссизм он очень как бы распространен то есть это тоже такая крайняя степень эгоизма с самолюбованием когда вот до себя дело есть а до других дело вроде как не очень другие там все вот кружите меня кружите вот это в общем такие примеры описанные тоже в литературе встречающиеся и в художественной прозе если вы допустим читали милый друг мопассана то вот классический пример такого человека с синдромом макеавели который прекрасно манипулирует окружающим но данном случае прекрасно манипулирует женщинами и вот если помните последнюю сцену она очень красноречиво когда вот он уже идет под венец со своей этой молодой невестой которую он влюбил в себя она дочь крупнейшего издателя крупнейшего представителя издательского бизнеса до вла он идет и он проходит мимо своей это сказать подруги мимо своей любовницы он не так бросает взгляд и думает какая же она все-таки черт возьми прекрасная женщина какие же у нее очаровательные кудряшки это думает жоржа даруа соответственно жених фактически на пути к алтарю то есть он думает вот про другую женщину которая тут рядом стоит это такой классический пример манипулирования и вот в принципе мы сейчас перейдем от всего этого к теме уже альтруизма и эгоизма и будем делать какие-то выводы но смотрите все таки чтобы еще немножко закрыть тему психопатии вот роберт харрел из канады он выделяет прямо несколько черт который характерно для такого типа людей от которых конечно лучше держаться подальше потому что эти люди выдают иногда совершенно неконтролируемую реакцию то есть вот в быту они могут быть ну как бы при первом знакомстве вполне адекватные и реальные но а потом оказывается что они просто имитируют какое-то свое вот поведение которые на которые рассчитывают окружающие у них хорошая логика у них не не плохая в общем-то интеллектуальная составляющая но у них абсолютно вот то что называется эмоциональный мир он абсолютно ущербен поэтому они могут там с ножом броситься когда не ждешь или там еще как-то выйти из какого-то нормального такого поведения вот а если мы возвращаемся вот к этому списку то вот смотрите какой список он приводит эгоцентризм убежденность собственном величии необыкновенной значимости потребность постоянном психическом возбуждение вот почему они все время других людей провоцируют на какой-то скандал конфликт вообще на какие-то приключения вляпываются в какие-то такие истории то есть у них психическое возбуждение требует того чтобы они так вот активно себя вели при том что абсолютно холодно и жестоко и расчетливо могут взаимодействовать с собеседником коварство склонность к манипуляциям отсутствие полное чувство вины отсутствие сожаления то есть человек совершил какую-то гадость ему даже не жалко знаете у меня был такой пример когда ко мне пришла моя подруга вся в слезах и соплях и сказала что вот у нее там был какой-то непонятный роман со вроде бы талантливым человеком вроде бы даже там с человеком искусства и роман такой серьезный соответственно значит уже такой многообещающий человек вдруг исчез вот просто ничего не говоря не предупреждая никак ничего об этом не говорила не не предвещала вот почему это произошло непонятно вот и поскольку человек просто был на грани нервного срыва то как бы попробовали позвонить этому юноше и реакция его удивила он сказал ну а собственно говоря а я не понимаю а что такого я совершил а ну да вот ну как бы мне такие отношения неинтересно он сказал и когда мы ему пытались сказать что у тебя человек вроде любит и как вот можно себя так вести доводить до вот фактически нервного срыва то есть не ответственности вот он сказал ну да вот как-то вот как-то начали было интересно а потом я интерес этот потерял и не сожаление не жалости не то есть абсолютная уверенность в том что он вел себя правильно что никакой ответственности за отношения он не несет за другого человека тоже никакой ответственности и вообще никакой ответственности ни за что в жизни и вот это явно выраженная такая психопатическая черта личности как мы потом выяснили там действительно это диагноз у него даже стоял вот да конечно конечно вы вот здесь если суда вот это продолжать вот я смотрю у меня следующий как раз по списку да это паразитический образ жизни вот как раз это следующий пункт в то что выделяет канадский психолог вот и ну и конечно не импульсивность поведения вот это вот как бы желание там руки распускать чуть не с ножом кидаться это вот все из этой серии вот патологическая ложь то есть это такие патологические лгуны которые там ну барон мюнхгаузен я не хочу брать пример потому что он все-таки такой симпатичный герой хотя это и реальный был персонаж но вот вот эти психопатические люди они конечно абсолютно другие они холодные и они очень любят про себя рассказывать какие они великие так сказать вот но тем не менее тем не менее вот мы сейчас поговорили про вот эти две крайности с одной стороны у нас аутизм получился неспособность к эмпатии просто генетическая неспособность почувствовать другого человека а на другом поле си у нас получилась вот эта психопатия то есть это может быть и понимание логикой того что испытывает другой человек но опять таки отсутствие эмпатии потому что нет сопереживаний с ним никакого абсолютно вот и здесь я даже знаете такой пример хотела привести ну может быть это очень рискованно с моей стороны но вот тот же федор абрамов писатель юбилей которого столетний юбилей значит отмечали недавно он очень странно себя волоскрутиковой женщиной которая ему посвятила жизнь женщины которой ему фактически создала так сказать памятник при жизни которая обработала все его труды создала его музей в архангельской области которую ну его пережила но вот вся ее жизнь была посвящена абрамову то есть писателю и недавно был просто как недавно уже время прошло определенное был эфир по телевидению связанный как раз с именем этого писателя и меня поразила точка зрения биографа этого писателя значит пишется литературная биография про федора абрамова и вот когда ведущий максимов может быть знаете такой да журналист он задает вопрос а почему абрамов так себя вел с крутиковой с людмилой которая ему жизнь отдала вообще все ему посвятила и все что мы знаем сейчас об абрамове это заслуга вообще-то говоря крутиковой вот и музею заслуга то вот этот биограф биограф абрамова он ответил так а понимать он просто не хотел этих отношений он не хотел общаться с вот с женщиной как это не хотел то есть это вот какое-то включение рацию опять это включение какого какой-то логики хотел не хотел но вот с точки зрения эмоционального мира мне это честно говоря непонятно мне это совершенно вот как бы было непонятно до того момента пока я не посмотрела биографию абрамова и пока не посмотрела его детство а оказалось что у него отец погиб когда абрамов был где-то годик то есть он вырос без отца и у него не было в общем то в детстве вот той модели вообще вообще модели отношений не было никакой то есть не хороший неплохой не той модели когда люди друг другу бьют морду там и ругаются матом не той модели когда так сказать любовь полное взаимопонимание как у петра и февронии у него не было никакой модели так сказать взаимодействие между отцом и матери потому что отца у него не было и в принципе вот мне кажется это наложило какой-то отпечаток на то что когда уже федор сформировался когда он подрос он как бы не очень понимал а вот как взаимодействовать женщиной а вот зачем это для чего то есть он вот этой своей мужской роли он ее как бы не недопонимал вот это мой как бы маленький подарок биографу абрамова пусть он обратит на это внимание если он еще не сдал конечно книжку в производство что называется может быть она уже в наборе но тем не менее вот этот момент он очень важен почему потому что что такое любовь вообще как она формируется это очень интересный момент я вот откровенно скажу что пока я не услышала вот эту идею у лапковского она как-то мне тоже не очень приходило в голову но лапковский очень правильно в одном из своих эфиров сказала что любовь это не чувство это не привязанность а это определенная модель отношений в детстве вот именно как модель вот и вот как бы любит не любит вот это вот ромашка которая здесь как раз как такой тест своеобразный до шуточный про любовь ну обращает наше внимание вот на то здрасте да на ту модель взаимоотношений которые есть у людей в раннем возрасте и вообще на те эмоции которые были в детстве смотрите это очень интересно то есть если допустим ну папа то приходил в семью то уходил там как бы у него другая квартира он выходные приходит допустим да то девочка которая растет в этой семье она будет влюбляться в мужчин который то уходит то приходит во взрослом она не как бы будет очень некомфортно себя чувствовать с человеком с которым она находится вместе там ну грубо говоря месяц там полгода год и будет все время хотеться какого-то вот перерыва в этих отношениях и какой-то такой небольшой что ли свободы и окажется что это апелляция вот к тому что было в детстве то есть это восприятие вот такого рода отношений между ну как бы мамой и папой как вот модель любви это неосознанно происходит если там отец грубо говоря ругается матом и соответственно там пьет и курит да то и там грубо очень жестко себя ведет то бессознательно к такому варианту отношений и будет тянуть не просто к такому типу мужчин а вот именно к модели отношения вот это очень интересно что мы часто под него тянемся к тем детским эмоциям которые вот у нас были если в детстве вы допустим много путешествовали и вы привыкли к тому что у вас меняется окружающий мир постоянно и каждый день вы адаптируетесь какой-то новый там рядом реальности непривычной у вас и во взрослом возрасте будет тянуть вот этим постоянным переменам если вы привыкли в детстве к чему-то такому очень спокойному очень таким размеренным каким-то эмоциональным отношением то вы во взрослом возрасте будете искать вот эту эмоциональную стабильность может быть даже эмоциональное какое-то однообразие вот это очень интересно то есть вот как мы действительно влюбляемся мы влюбляемся в ту модель эмоционального взаимодействия которая была в детстве и даже может быть не только между родителями но это могут быть и родственники и это вообще еще туда надо добавить обязательно просто вот модель жизни своей потому что я повторяю вот однообразие и потребность в новизне это тоже ведь эмоции она тоже как бы закладывается в детстве вот и сейчас я хочу поговорить о том что в общем то вот мы поговорили про вот эти крайности когда у людей нет эмпатии но я хочу поговорить и о том что есть наоборот такие положительные примеры а когда человек научается чувствовать другого и это очень конечно помогает в жизни вот классический такой пример это можно конечно в какой-то степени назвать манипуляцией но это если мы берем литературу это примера стапа бендера то есть человек который мог вывернуться из любой ситуации но он мог и наладить диалог с кем угодно с каким угодно человеком вот и вообще слово эмпатия о которой мы сегодня в общем то говорим она в общем то связано тоже с кучей разных всевозможных исследований в этой области вот но я хочу поговорить о том что здесь очень интересно очень интересно поговорить про эмпатию с точки зрения альтруизма и эгоизма я хотела сегодня поговорить про архетипы пирсон но по времени я просто не успеваю это сделать потому что это надо будет очень долго как бы говорить но если хотите можно можете посмотреть просто в интернете архетипы кэрол пирсон значит в чем смысл смысл в том что у каждого человека формируется какая-то своя стратегия поведения обладать эмоциональным интеллектом это значит обладать способностью понимать что за типаж перед тобой находится то есть понимать не просто чувствовать его эмоции но еще на уровне логики понимать его ценности и в идеале распознавать его жизненную стратегию вот у кэрол пирсон есть 12 архетипов это ну грубо говоря 12 характеров людей и она вписывает каждый из этих характеров еще такие как бы эзотерические я бы сказала понятия как стихи и стихи воды воздуха огня и соответственно земли вот я сейчас просто очень коротко об этом скажу потому что времени нет и соответственно все 12 архетипов я отправляю смотреть в интернете ее книжку герой бунтари и герой кэрол пирсон бунтари герой кстати это она они он потому что очень забавно когда иногда я в интернете читаю что то что написал пирсон там правильно или то что думает и и пишет этот пирсон это там неправильно да это не он это она это соответственно канская женщина она филолог что любопытно а не только психолог и она вот выделяет эти модели вот смотрите допустим есть стихия которую она называет стихи индивидуализма это воздух это люди индивидуалисты это люди которые стремятся к самопознанию к самосовершенности но при этом они могут быть и одинокие вот но они очень сильно держат вот эту дистанцию коммуникации между собой и она относит три типа к этому это простодушный это искатель или мудрец это может быть стихи огня люди огня для них очень важны изменения изменения во внешнем мире изменения в окружающей среде это люди которые постоянно чего-то ищут им постоянно нужно что-то новое и это архетипы герой бунтарь и волшебник вот и это люди которые любят риски они любят допустим путешествия приключения в то же время они стараются изменить мир их жизненный месседж это изменение в мире что я оставлю после себя да и вот когда вы взаимодействуете человеком постарайтесь понять что это за стихия это стихия воздуха или это стихия огня или это может быть стихия воды стихия воды это принадлежность это человек для которого главное в жизни это принадлежать какой-то группе какой-то социальной среде идентифицировать себя с тем или с иным социальным что называется социальной кастой то есть это люди которые себя там идентифицируют допустим я вот врач я принадлежу врачи как бы направлению медицины или там я журналист для меня самое главное в жизни это вот быть таким же как вот мои коллеги вот тусоваться журналистами ездить в командировки там писать репортажи да то есть вот ассоциация идентификации себя с определенной средой и у для этой стихии принадлежности характерны архетипы славный малый или любовник как она еще пишет это не одно и то же славный малый это один архетип любовника другой архетип и шут это третий тип вот эти люди прекрасные коммуникаторы они эффективны в группе они эффективны в коллективе они не могут быть в одиночестве это полная противоположность стихии воздуха и наконец вот эта стихия земли это стратегии стабильности это люди которые настроены на то чтобы перемен в жизни как раз было как можно меньше и вот эту стратегию стабильности избирают те кто испытывает потребность безопасности то есть главная ценность безопасность главная ценность сохранить статус кого главная ценность значит чтобы было перемен как можно меньше они достаточно надежные как друзья они достаточно комфортные в общении и здесь архетипы это родитель этот варец и это как ни странно правитель так по крайней мере вот к стихии земли относят вот эти четыре типажа пирсона вот но если вы хотите поподробнее то надо брать книжку ее можно найти в интернете можно скачать значит кэрол пирсона герой или бунтарь и там все 12 архетипов есть значит зачем я об этом говорю вот когда вы общаетесь взаимодействуете с людьми вы можете как бы вот учитывая вот это вот эту может быть схематичную но в то же время и полезную модель уже оценить кто перед вами потому что если у вас стихия воды то очень трудно здесь взаимодействовать допустим на уровне стихии огня если у вас человек стремится к стабильности то рассказывать ему про путешествие в горы про приключения наверное очень сложно будет то есть это найдет коса на камень никакого эмоционального взаимодействия у вас не получится если у вас человек говорит что для него главное это путешествие приключения он не может два раза ездить в одно и то же место отдыхать и ему скучно дома ему надо искать за пределы как-то своего привычного пространства на работе постоянно то опять-таки здесь очень сложно будет человеком говорить на языке так скажем другого знака другого архетипа архетипа стабильности архетипа таскать с другими ценностями то есть смотрите для эмоционального интеллекта вот это вот сопереживание вот это как бы что способность чувствовать другого человека важна но не менее важно вот это второй Второй момент – это понимать ценности другого человека, ценности и вот эти жизненные стратегии, то есть что для человека важно. И вот здесь я бы еще перешла к такому моменту, как альтруизм и эгоизм, потому что это тоже то, что можно вписать в понятие эмпатии, о которой мы сегодня так долго говорили. Вообще есть такой психолог американский Чиксент Михайи, может быть, вы читали его книги «Поток, значит, жизнь как поток», он ввел это понятие как состояние максимальной эффективности и радости, поэтому у него есть слово «креативность», допустим, «поток» и другие книжки. Вот это Чиксент Михайи, и он говорит о том, что здоровым состоянием для человека является состояние альтруизма, то есть желание что-то делать для других и при этом испытывать радость. Ну что такое альтруизм, как, что называется, феномен? Это не просто, когда ты что-то делаешь для коллектива, для общества, выходишь как-то за пределы своего я, за пределы своих интересов, а это когда ты еще и радуешься. Да, конечно, сейчас вот у нас мир индивидуализма, мир эгоизма, я бы сказала, то, о чем Экзюпери многократно предупреждал в своих книжках «Планета людей», там и «Южный почтовый», и в других своих произведениях он много об этом говорил. Вот, но тем не менее, тем не менее, все-таки альтруисты есть, потому что это естественная для человека потребность. Просто социум несколько как бы это все меняет и микширует. И даже если мы берем какие-то исторические моменты, исторические, что называется, исследования и археологические раскопки, мы видим, что, это я ссылаюсь уже на Дробышевского Станислава, что вот если брать какие-то там захоронения древних австралопитеков, то можно увидеть, что о людях, то есть люди друг о друге заботились. Но Дробышевский какие приводит примеры? Он приводит примеры очень старых, так сказать, австралопитеков, то есть древних людей, древних гоминидов, у которых не было зубов. Ну, стоматология у нас появилась, что называется, не так уж много веков назад, и в наши дни даже есть такой анекдот, что там стоматолог один из самых дорогостоящих специалистов всегда будет, да, потому что это дорогие технологии реально. А в каменном веке, конечно, ничего этого не было. Так вот, останки свидетельствуют о том, что об этих древних, об этих древних уже возрастных людях заботились, то есть они не могли уже сами о себе позаботиться, сами не могли фактически принимать пищу, но по косвенным как бы моментам видно, что о них заботились там или дети, или внуки, или вот просто вот этот социальный их род древнейший. Вот, это очень интересно. То есть альтруизм – это генетически, в общем-то, для нас характерная вещь. Она врожденная, она обеспечила виду гомо выживание. Конечно, вы можете читать книжку Докинса, эгоистичный ген, я ее тоже читала в свое время. Докинс утверждает, что напротив, эгоизм – это главная такая биологическая стратегия. Но здесь я хочу сказать, что Докинс, он как биолог, как микробиолог, он говорит про генетику. И не надо нам генетику переносить на социум. Это будет, ну, по меньшей мере, как-то глупо, неоправданно все-таки. Это разные все-таки вещи, уровень клетки и уровень человека в целом. Ну, а что для альтруизма и что для эгоизма как бы характерно? Вот есть как бы равный обмен чем-то, а есть неравный. И поэтому очень часто любят, говорят, вот есть обмен, а есть грабеж. И вот если посмотреть даже на маленьких детей, для них характерно то, что там о них говорят. Ну, подержи там мою игрушку, вот тебе еще что-то. Это как бы совершенно характерно для человека генетически. А вот когда начинается уже такое поведение, что как бы побольше взять и ничего не дать, то это, конечно, поведение эгоиста. И уже сразу можно сказать, из какого ребенка вырастет эгоист, а из какого вырастет альтруист. Ну, что еще вот для альтруизма характерно и очень интересно? Это не просто способность что-то давать человеку другому, не требуя ничего взамен, да, не как в благотворительном фонде, все равно там какие-то рекламные бонусы требуются. Не просто дарить подарки, да, вот такой критерий, что вы любите, больше дарить подарки или получать их. Вот люди, которые больше любят дарить подарки, это, конечно, альтруист. Вот я сама люблю больше дарить подарки, я радуюсь, когда я вижу, что человек радуется той вещи, которую он сам себе никогда бы не купил, не мог бы себе там позволить. А вот ему сделали подарок, и он радуется, и мне тоже хорошо на душе. Вот, но есть еще такой критерий, как зависть. Зависть. Дело в том, что зависть – это такое очень характерное для нас чувство, и как это в анекдоте, в такой поговорке, это ничего, что у меня корова сдохла, главное, что соседа домом сгорел. Есть даже у Олеши роман, который так и называется «Зависть». То есть это желание быть на месте другого человека. Это такое неосознанное желание быть там, где, в общем, тебя нет, но получать те блага, те привилегии, которые есть у другого человека. И корень зависти – это, как правило, заниженная самооценка, и это, как правило, желание постоянно себя с кем-то сравнивать. Вот мы сегодня говорили про эмпатию, и я дам такой маленький лайфхак. Значит, если хотите наладить коммуникацию с человеком, никогда не провоцируйте его на зависть. Мы очень часто это делаем неосознанно. Когда мы неосознанно доказываем кому-то, что мы круче, что мы лучше, то есть из нас лезет вот это вот доминирование, как говорит Савельев, у человека есть три базовых неосознанных инстинкта. Это значит есть размножаться и доминировать, то есть доказывать, что ты лучше, что ты главный, что ты круче, что ты первый и так далее. Это такой инстинкт неосознанный, который к нам пришел чуть ли не из животного мира. Так вот, когда мы неосознанно другим людям говорим, что ой, да у меня там телефон лучше, у меня там машина быстрее, дороже, и там я отдыхаю лучше, и значит, куда-то там на Черное море ездила, я там, допустим, куда-то в более хорошие варианты, там, ну что-то там, на подмосковной даче опять там огурцы выращиваешь там, или я не знаю, грядки копаешь там, загораешь, да, а я вот, значит, могу себе позволить в Европу ехать, там по музеям походить, или там в Турцию, или в Грецию, но не суть важна, на ГОА, вот. То есть мы провоцируем человека другого на зависть, и это очень нехорошо. Поэтому, вы знаете, иногда очень часто мы цепляем чужую самооценку, не осознавая это, вот это тот момент, который надо про себе проследить. Я с какого-то момента просто начала себя контролировать, потому что я понимаю теперь уже, как бы, что иногда я задеваю другого человека, задеваю его самооценку каким-то своим поведением, и какой-то своей реакцией, и о каком вообще эмоциональном интеллекте тогда говорить. Никакого взаимодействия здесь не будет. То есть, понимаете, я вижу такие примеры у других людей очень часто, когда, допустим, ну, я часто общаюсь с писателями, с литературной средой, когда один писатель вот на Фейсбуке выложил, что у меня новая книжка вышла, а другие начинают ему говорить, а у меня еще круче, а у меня еще больше, или там наоборот цеплять. Да, ну, подумаешь, книжка там, ну, вот если бы у тебя вышел там полное собрание сочинений, 25 томов, тогда бы поговорили. Мы очень часто друг друга цепляем вот на этом уровне, на уровне того, что мы, так сказать, бьем по самооценке. Да, если вы хотите наладить взаимодействие, я вам подарю такой маленький совет еврейский. Поднимите другому человеку самооценку. Вот сделайте так, чтобы он почувствовал себя лучше, круче. Да, лезть, как бы такой известный прием, ворона и лисица, все это понятно, это и работает. Но ведь действительно, если вы человека за что-то поддержите, похвалите, скажете просто, ну, ты молодец, то здесь, конечно, вы избежите и конфликта, и вот этой вот классической шибки лбами на уровне, кто круче. Вот, поэтому вот на самом деле вот это умение поддержать самооценку другого, оно очень важно. Вот, и возвращаясь опять вот к этой теории альтруизма и эгоизма, и альтруистичных обменов, смотрите, что важно. Здесь очень важен вот этот баланс брать и давать. То есть, когда люди, что называется, бескорыстно что-то стараются в обмен сделать, то вот на этом, в общем-то, вот эти отношения могут даже и начинать выстраиваться. Когда мы говорим эгоист, мы иногда что имеем в виду? Мы имеем в виду, что человек должен быть нам удобен. Мы не всегда, как бы, этот термин используем, вообще говоря, адекватно, потому что, допустим, ну, жена говорит мужу, слушай, я хочу пойти в театр, а он говорит, а я на футбол. О, какой ты эгоист! То есть, это использование термина не по назначению. Это значит, что ей просто неудобно то, что он делает не так, как ей хочется. Или он, допустим, говорит, знаешь, я вот сегодня хочу, значит, наконец-то там починить кран на кухне, который протекает. А она говорит, о, какой ты эгоист, и все думаешь там о своих мужских делах. Я вот только что хотела с тобой пойти там в магазин, поехать в какой-нибудь торговый центр и там затариться на неделю. У меня другие были планы, что ты вот краном сейчас занялся. Ты эгоист! То есть, да, это вот как бы вопрос, а потом удобен человек или неудобен. И эгоизм здесь мы используем немножко не по назначению. Это немножко неправильная терминология. А вот баланс давать и брать, он, конечно, важен очень. Причем вначале это может быть, знаете, на уровне там, я тебе чашку кофе, ты мне там яблоко. То есть, вот, что получили, то и дали. Там, я тебе такой сделаю подарок, а ты мне другой подарок, там, обменялись чем-то. А потом в каком-то этапе люди уже перестают понимать, что вот обязательно должен быть вот этот вечный обмен. И начинается уже как бы более глубокое взаимодействие, более глубокое взаимодействие на уровне эмоций, на уровне какой-то взаимной, может быть, ответственности, взаимной, может быть, какой-то поддержки. Вот, и здесь такой, знаете, тоже лайфхак насчет обмена, насчет обмена не только, что называется, какими-то вечными делами, но и знаниями, потому что мне очень нравится вот этот пример, что если у тебя есть яблоко, у тебя есть яблоко, мы обменялись, у нас осталось по яблоку. Но если у тебя есть идея и у меня есть идея, мы ими обменялись, то, соответственно, у нас будет уже у каждого идеи в два раза больше. У тебя две идеи и у меня тоже. Поэтому обменивайтесь знаниями, чего я, в общем-то, всем желаю. И это тоже в какой-то степени такая маленькая технология, которая работает на эмоциональный интеллект и, в общем-то, на его развитие. Вот. На этом я сегодня лекцию заканчиваю. Надеюсь, что было полезно, интересно. Надеюсь, что были какие-то, может быть, новые знания. Если есть вопросы, пожалуйста. Значит, лекция будет на канале Белых облаков. У меня будет выложено, перевыложено на моем канале Анна Гранатова. Ну и надеюсь, что до новых встреч. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Вот, если интересно, визитки с моим каналом просто, кто не знает... Спасибо.